Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «У книжной полки» и я, ее ведущий Андрей Печерин. В истории церкви, церковной словесности и богословия период от Никейского собора до собора Халкидонского занимает исключительное положение. Не случайно он получил устойчивое название «Золотого века святоотеческой письменности», будучи одновременно и «Золотым веком святоотеческого богословия». Именно в этот период, когда церковь подвергалась мощному натиску ересей, соблазнивших немалое число архипастырей, пастырей, монахов и мирян, в лоне тела Христова по благодати Божией появился целый сон выдающихся святостью и богомудрием мужей, которым Бог даровал преизобильный дар, дар молитвы, слова, дар мысли и тайнозрения. Одним из таких архипастырей стал святитель Амбросий Медиаланский, о жизни и трудах которого рассказывает книга с одноименным названием. Об этой книге далее в нашей программе. Книга «Святитель Амбросий Медиаланский», автором которой является Иван Иванович Адамов, впервые была издана незначительным тиражом в 1915 году и давно стала библиографической редкостью. Настоящее издание подготовлено под редакцией профессора Московской Духовной Академии Алексея Ивановича Сидорова и вышло в свет в рамках сотрудничества издательского отдела учебного комитета с издательством Троица Сергиевой Лавры. Как отмечают в предисловии Алексей Иванович, среди сонно-выдающихся отцов Золотого века святый Амбросий Медиаланский является, безусловно, одним из наиболее достойных. Сама жизнь его, римского аристократа и весьма влиятельного сановника, ставшего по воле Божией епископом, обнаруживает удивительную чистоту и цельность. Благодаря этим качествам энергичный, прозорливый и ровный, благородный Амбросий стал управителем Церкви и заботливым архипастырем. Благородство, наверное, являлось одной из наиболее ярких черт личности Медиаланского святителя, которая производила неизгладимое впечатление на современников. Вот, например, блаженный Августин, испытавший воздействие этой благородной личности и под влиянием миланского архипастыря, сделавший решительный шаг в сторону религии Христовой, так описывает свою встречу с ним. «Я приехал в Медиалан к епископу Амбросию, к одному из лучших людей, известных по всему миру, благочестивому служителю твоему, чьи проповеди неустанно подавали народу твоему туп пшеницы твоей, радовали маслом, опьяняли трезвым вином. Ты привел меня к нему без моего ведома, чтобы он привел меня к тебе с моего ведома. Этот божий человек отечески принял меня и приветствовал мое переселение по-епископски. Я сразу полюбил его. Сначала, правда, не как учителя истины, найти которую в твоей церкви я отчаялся, но как человека ко мне благожелательного». Говоря об святителя Амбросии как церковном писателе и богословии, профессор напоминает, что хератония воепископа была неожиданной для него самого. Поэтому, не пройдя предварительной подготовки, он вынуждил был стать дедоскалом, ибо учительское служение было неразрывно связано в это время и в последующие века со служением архиерейским. О себе самом он пишет. «Я, будучи взят на священство непосредственно от трибунала и магистратуры, стал учить вас тому, чему и сам еще не научился. Таким образом и вышло, что я начал учить других прежде, чем научился сам. Поэтому мне надо одновременно и учиться, и учить». Это учение святителя Амбросия было, судя по всему, многоплановым. И через общение с духовно опытными людьми, и литургическое, через богослужение, и через молитву, и через чтение священного писания и творений предшествующих церковных писателей. О последнем весьма показательное свидетельство оставил также блаженный Августин. Когда рядом с Амбросием не было людей, то этот очень маленький промежуток времени он восстанавливал телесные силы необходимой пищи, а чтением — духовные. Когда он читал, глаза его бегали по страницам. Сердце доискивалось до смысла, а голос и язык молчали. Часто зайдя к нему, доступ был открыт к нему всякому, и не было обычая докладывать о приходящем. Я заставал его не иначе, как за этим тихим чтением. Долго просидев в молчании, не осмеливаясь нарушить такую глубочайшую сосредоточенность, я уходил, догадываясь, что он не хочет ничем отвлекаться в течение того короткого времени, которое ему удавалось среди оглушительного гамма чужих дел улучить для собственных умственных занятий. Получив хорошее светское образование и зная греческий язык, медиаланский епископ много читал греческих писателей, как сочинения Филона Александрийского, так и церковных авторов Оригена, святителя Афанасия Великого, Великого Василия и других, многому научаясь у них особенно в экзегезе. Именно область толкования священного писания, так же, как и область нравственно-аскетического учения, была наиболее близка духовным и умственным интересам медиаланского святителя. И в этих двух областях христианского вероучения и рассвел наиболее ярко его талант церковного писателя и богослова. Сегодня его творения являются собой зрелые плоды Золотого века Святоотеческой Писменности на Западе, то есть того периода, о котором русский патролог Николай Иванович Сагарда сказал, «Церковная богословская наука не знает другого периода, который по широте и возвышенности мысли, глубине её содержания, идейному богатству и разнообразию воззрений и энергий богословского творчества мог бы сравниться с тем, что она пережила в IV и V веках. В её истории это время составляет эпоху, оставившую неизгладимые следы, и богословская письменность его в справедливости является идеалом истинной церковно-богословской науки. Все последующие за этим периодом поколения церковных богословов останавливаются перед ним в благоговинном изумлении, почитают священнейшей обязанностью тщательное изучение творений великих отцов и учителей Церкви. Из богатой сокровищницы их почерпывают назидание в правой вере и подлинной христианской жизни. Настоящая книга Ивана Ивановича Адамова является единственным на русском языке полным исследованием жизни, творчества и богословия святителя Амбросия Медиаланского. К сожалению, об авторе сохранилось очень мало сведений. Известно только, что он был сыном мещанина и родился 18 января 1880 года в Херсоне. В 1901 году закончил Одесскую духовную семинарию и в том же году поступил в Московскую духовную академию. Курс её Адамов успешно лишь завершил в 1905 году, после чего он был оставлен при Академии профессорским стипендиатом при кафедре патрологии. Спустя год его назначают преподавателем Уфимской духовной семинарии, а с августа 1911 года он становится преподавателем Калужской духовной семинарии, где сначала читают курсы основного, догматического и нравственного богословия, а затем занимают должность преподавателя философских наук. Что стало с Иваном Ивановичем после революции и закрытие Калужской духовной семинарии, к сожалению, неизвестно. Книга о святителе Амбросии Медиаландском была защищена Адамовым как магистерская диссертация в 1915 году при Московской духовной академии. Как отмечает профессор Сидоров, данная книга представляет собой классический труд по патрологии, который, мы уверены, с интересом будет прочитан современными православными читателями. Единственное, о чем можно пожалеть, так это о том, что талант автора книги только начал расцветать, когда смерть революции прокатился по нашей Руси. Но и здесь следует видеть великий промысел Божий. В России каждый, занимающийся патрологией, должен не только изучить отцов в церкви, но и свидетельствовать своей жизнью и, если потребуется, и мученической кончиной. Свидетельствовать верность святоотеческому преданию. Именно такое свидетельство явил в XX веке учитель Адамова и рецензент его работы Иван Васильевич Попов. Дорогие друзья, на этом наша передача подошла к концу. О новинках православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова